Очень приятно приветствовать участников на этом мероприятии. Я буду краток, поскольку программа у нас плотная. Хочу сказать пару слов о хабе Kiximab. Если кто-то еще не знаком с нашим хабом, Kiximab – это глобальный обмен знаниями, который включает ряд проектов, осуществляемых с центром, который расположен в Канаде. Мы занимаемся прикладными исследованиями, обменом знаниями и опытом между странами-участниками региона IMAP. Наш хаб Kiximab, а IMAP означает Европа, Ближний Восток и Тихоокеанский и Азиатский регион, координируются в том числе и глобальным центром знаний НОРАК в Женеве. И наша программа была продлена до 1927 года, и число стран-участников расширилось. И наша миссия – это проводить исследования и способствовать применению результатов прикладных исследований для формирования и осуществления политики в сфере образования в странах Kiximab. В рамках этого проекта мы охватывали пять стран – Грузию, Молдову, Кургистан, Узбекистан и Таджикистан. Этот проект осуществлялся в рамках экспресс-поддержки, которую мы оказываем странам, для того, чтобы оперативно реагировать на происходящее в странах и способствовать формированию политики и применению политических принципов на практике. В рамках этого проекта были осуществлены визиты в Узбекистан и Грузию, что способствовало углублению знаний во всех пяти странах по поводу политики и практики в сфере развития инклюзивного образования. Мы надеемся, что и после завершения проекта взаимовыгодные взаимоотношения между странами не завершатся, а продолжатся. В рамках проекта также был осуществлен сравнительный анализ политики и практики всех этих пяти стран. И эти данные доступны как пяти странам-участникам проекта, так и будут выложены в открытый доступ для тех стран, которые не участвовали в проекте, но проявят интерес к этой информации. Мы надеемся, что наша работа послужит цели совершенствования инклюзивного образования в нашем регионе, послужит во благо детей, которые нуждаются в инклюзивном образовании. И я хочу сказать, что работа координировала Джулия Левин и Вероника Масаловой. И я хотела бы поблагодарить их за ту работу, которую они проводили в рамках этого проекта. И я буду рад услышать ваши выступления. И сейчас хочу передать слово Джулии, которая расскажет, что у нас дальше запланировано по программе. Спасибо. Большое спасибо, Хосе Луис. Я всех тоже сердечно приветствую от имени Кикс Имап. Меня зовут Юлия Левин. Я являюсь руководителем знаний и тесно сотрудничаю со странами Европы и Центральной Азии. И я с огромной честью и чувством глубокого удовлетворения, открывая сегодня наш заключительный симпозиум по межстрановому обмену опытом в области инклюзивного образования, который является результатом более чем двухлетней плодотворной работы. Инклюзивное образование – одна из самых важных инноваций последнего десятилетия, отражающая убежденность в том, что каждый ребенок, независимо от его происхождения, способностей или сложностей, имеет право на качественное образование, которое отвечает его потребностям и раскрывает его потенциал. Наши совместные усилия – объединили представителей Министерства образования и организаций гражданского общества из Молдовы, Грузии, Кыргызстана, Саджикистана и Узбекистана. Вместе с ними мы приступили к обобщению знаний, обмену опытом и сравнению различных подходов к политике и практике инклюзивного образования. Этот процесс был не просто обменом информации, это было серьезное усилие по созданию мостов, мостов понимания, мостов сотрудничества и взаимного обучения. Обсуждение и анализ позволили понять, как можно эффективно внедрить и поддержать инклюзивное образование, и изучая успехи и решая проблемы, с которыми сталкивается каждая страна-участница, мы совместно внесли вклад в создание свода знаний, который не только служит интересам стран-участниц, но и позволяет извлечь ценные уроки для всех, кто заинтересован в успешном внедрении инклюзивного образования. Завершая этот этап нашего путешествия, давайте рассматривать его не как конец, а как этап в постоянном стремлении к инклюзивности в образовании. И я надеюсь, что опыт, которым мы поделились, знания, которые были обобщены, и дружеские отношения в рамках этой инициативы будут продолжать вдохновлять и направлять нас. В заключении я тоже выражаю глубокую благодарность всем участникам. Ваша энергия, ваш опыт и преданность делу стали движущей силой нашего успеха. Давайте сохраним динамику, созданную этой инициативой, продолжать продвигать и внедрять политику и практику, которые сделают инклюзивное образование и реальности для каждого ребенка. Большое спасибо. Я передаю слово нашему модератору Аиде, которая будет нас поддерживать в этом мероприятии. Пожалуйста, Аида, за вами слово. Здравствуйте, уважаемые участники симпозиума по межстрановому обмену лучшими практиками по инклюзивному образованию. Спасибо большое, Джулия. На самом деле этот проект реализовывался не просто участниками пяти стран, а очень неравнодушными людьми, представителями общественных организаций, экспертов своего дела из пяти стран. И о том, какой же путь прошел проект, какова же была основная идея гранта KIXMF, вам расскажет региональный координатор этой программы Фарида Раскулуева, Кыргызстан. Пожалуйста, Фарида, вам слово. Но прежде чем мы перейдем к слову, я хотела сказать, уважаемые коллеги, что работа нашего симпозиума, она рассчитана на полтора часа. Ну, возможно, что плюс-минус еще 10 минут. Я буду вам очень признательна, если вы все свои комментарии, вопросы, рекомендации будете оставлять в чате, и у нас будет время еще послушать страновые команды и задать к ним вопросы. Спасибо большое, Фарида, вам слово. Спасибо большое, дорогие участники. Позвольте мне представить обзор реализации проекта KIXMF, который был реализован в рамках программы межстранового обмена оперативной индивидуальной страновой поддержки KIXMF. Как уже Юля сказала, это был длительный процесс, долгий процесс, и нам удалось много подчеркнуть из этого проекта. В рамках проекта было создано консорциум из пяти национальных команд, в которые входили, как уже сказали, представители министерств, научных учреждений, образовательных организаций и представители гражданского сообщества. В каждой стране были национальные координаторы. В Грузии Гульнара Бибешвили, в Таджикистане Сабахат Хакимзада, в Молдове Виорика Кажакару, в Узбекистане Татьяна Чаброва, и в Кыргызстане я национальным координатором и региональным координатором проекта была. И дальше мы услышим наших координаторов презентации по отчетам, страновым отчетам, реализуемым в рамках проекта. И в нашей команде нам помогал международный эксперт по инклюзивному образованию, это Екатерина Дунаева. Хотела бы очертить рамки проекта, которые у нас были заданы. Значит, адресная группа у нас были дети с ограниченными возможностями здоровья, либо дети с инвалидностью или с особыми образовательными потребностями. То есть в каждой стране была принята политика, по-разному эту категорию детей называют. И охват были это начальные классы школьного образования, где мы акцентировали внимание на процессы постприема в школу, учебно-методическое сопровождение, методы и практики обучения, и мониторинг и оценка результатов обучения детей. Значит, основной упор это был обзор политики инклюзивного образования, практики ее реализации. И в результате между странами и консорцией был обмен знаниями, лучшего опыта. Следующий. Целями проекта было, как уже озвучивали, это изучение опыта стран-консорциума по реализации политики инклюзивного образования, сравнительный анализ методов и подходов обучения детей с инвалидностью, или по-разному, как называют, и распространение знаний о передовом успешном опыте между коллегами пяти стран. Первый слайд. Проект реализовывался в три этапа. И на первом этапе был сбор информации о странах и подготовка странового отчета. В результате мы, каждая страна, значит, имеет базу законодательства и нормативно-правовых документов, базу учебно-методических документов и базу организации. Здесь на слайде вы видите, что такая единая структура баз была, и эти базы можно сортировать или делать поиск по фильтрам, которые зеленым выделены. И каждая страна подготовила отчеты по единой структуре, которая была согласована между странами и международным экспертам. Следующий. На втором этапе был уже обмен знаниями и опытом, значит, во время ознакомительных поездок в Грузию и в Узбекистан. Во время поездок коллеги встречались с представителями парламента, министерств, с коллегами из университетов, образовательных и научных учреждений, ну и также с коллегами из неправительственных организаций. Каждая задача проекта была, для каждой задачи была создана мини такая группа из представителей каждой страны, которые обсуждались и обменивались знаниями по своим целям. Следующий слайд, пожалуйста. На третьем этапе уже был международный эксперт, подготовил межстрановой такой сравнительный анализ, и называется отчет подготовлен, мы сегодня тоже будем удостоены прослушать результаты этого сравнительного анализа по практике инклюзивного образования в пяти странах. Сейчас мы начали вот этап, на третьем этапе распространения знаний, которые мы получили в рамках проекта, это вот онлайн-заключительное симпозиум для широкого круга участников. И последний шаг у нас будет, это уже публикация этих отчетов и баз данных на сайтах министерств каждой в стране, ну и других организациях, которые участвовали в нашем проекте. Следующий слайд. Ну как мы подходим к концу реализации проекта, и мы ожидаем, что результаты нашего проекта будут воздействовать на дальнейшее применение опыта, позитивного опыта инклюзивной практики и политики, которые мы получили в рамках проекта. Будет дальнейшее продолжение сотрудничества между представителями правительств и гражданского сообщества для того, чтобы совместно улучшить развитие инклюзивного образования. И будет установлен долгосрочное партнерство и создана такая платформа, где мы будем продолжать работать и сотрудничать с своими коллегами. Спасибо большое. Спасибо большое, Фарид. И я тут вижу уже в чате появился один комментарий, почему вы нам не сказали раньше, мы бы тоже присоединились к этой деятельности. Я думаю, что вот как раз-таки одно из последних замечаний Фариды, что создается вот такая устойчивая платформа, уважаемая Мадина, никогда не поздно. И очень важно, что у вас есть желание, главное мотивация участвовать. Сейчас мы послушаем наши доклады нашей команды из каждой страны. Уважаемые спикеры, каждой страновой команде будет дано для выступления 8 минут. Я, пользуясь правом модератора, буду через 5 минут вашего выступления напоминать о времени. И за минуту до конца выступления тоже вас предупрежу. Уважаемые участники, у вас есть возможность пользоваться чатом и задавать ваши вопросы, комментарии в чате. Ну и очень важно еще раз напоминаю о языке. Рабочий язык нашего симпозиума – русский и английский. И вот есть такой значок земного шара, где вы можете выбрать язык общения, русский либо английский. Синхронный перевод идет. Пожалуйста, первое слово я с удовольствием передаю нашей коллеге из Грузии, Гульнар Вибелишвили, общественное объединение «Детское семейное общество». Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Приветствую всех участников. И по усмотрению регламента я постараюсь вкратце вам предоставить нас главные достижения. В первую очередь, пожалуйста, первый слайд. Первый слайд, Вероника. В первую очередь я хотела бы обратить на то внимание, что законодательство Грузии полностью гармонизовано и адаптировано основным конвенциям ООН и ЕС. Здесь вы видите на первой странице три основных документа, на фундаменты которых инклюзивное образование сегодня развивается в нашей стране. Хочу отметить также, что несмотря на большие политические визы и проблемы, инклюзивное образование началось формально уже в 2000 году. Следующий файл. Следующая страница, пожалуйста. Что касается национального законодательства, Конституция Грузии – это важный документ. Также хочу отметить и обратить ваше внимание, что все школы обязаны включить в учебный процесс всех учащихся с ограниченными образовательными потребностями, как мы называем учащихся ООО. И школы получают дополнительные средства. У нас в Грузии, как мы называем, есть стратегия образования 2232. И очень важно также отметить, что в стране сохранено спецшколы, и мы сегодня их рассматриваем как ресурс школы. Также важно, что надо учесть, что у нас утвержден новый третий по счету национальный учебный план. И на основе этого плана для каждого учащихся СОО разрабатывается индивидуальный план. Пожалуйста, следующий файл. За страницами. Что касается основных характеристик образования, здесь важно отметить, что все школы должны быть адаптированы. Минимальный стандарт у нас. Каждая школа должна иметь пандус, адаптированную ванную комнату и также иметь ресурсную комнату. Ресурсная комната – это то пространство, где учащийся СОО получает дополнительные услуги индивидуально или в небольших группах. Важно также отметить, что в стране функционирует служба школьных приставок, целью которой является обеспечение физически, психологически и эмоциональной безопасной среды на территории государственных школ. Я на этой странице поставила адрес веб-сайта, где вы можете найти подробную информацию о этой структуре. Пожалуйста, следующий файл, страница. Также хочу обратить ваше внимание на то, что на фундаменте третьего плана национального, как я отметила, адаптируется для учащихся ООО, индивидуальные планы, рассматриваются альтернативные, расширенный учебный план. Также мы имеем специализированный класс, интегрированный. Подробнее вы можете найти в нашем отчете. Сейчас я, пожалуйста, следующую страницу. На этой странице я хотела обратить ваше внимание, что у нас все типы обучения. Это домашнее, дистанционное и индивидуальный график обучения. Следующий. Важно также... Дорогая Гуна, пять минут прошло. Также иметь универсальный дизайн. Это подразумевается, что среда должна адаптироваться под специальные потребности инклюзивной среды. Инвесиальные среды. Пожалуйста, перейдем сейчас. Я хочу перейти уже к результатам проекта. Следующий слайд. Результаты проекта. В первую очередь, наша команда хочет обратить внимание на то, что партнерство между странами успешно реализовано. Создан консорциум, который готов продолжить работу. Это самый большой результат. Также все изучения, опыты стран, также сравнительный анализ методов и распространение знаний. Как мои коллеги уже рассказали. Пожалуйста, следующий слайд. Чему мы научились? Следующий. Чему мы научились? Визиты в Грузию и Узбекистан наглядно показали, что страны и консорциумы имеют много общего в историческом и культурном плане. И у нас есть много ресурсов и потенциалов для дальнейшей работы. И в конце мы хотели бы обратить ваше внимание, пожалуйста, последнюю страницу. Последнюю страницу. Продолжение в нескольких направлении. Текущими реформами. Много чего можно между странами обменивать. Также на исполнительном уровне. Это пилотное внедрение передового опыта. И, наконец, на академическом уровне. Это подготовка специальных программ на уровне высшего и общего образования. У Грузии есть достаточно большой опыт, и можно поделиться. Спасибо за внимание. И я надеюсь, что уложилось в регламент. Спасибо. И жду вопросов. Спасибо большое. Огромная Гуна. На самом деле вы уложились во времени. Был у нас один общий вопрос относительно дальнейшего использования материалов на всех языках. Я думаю, чуть попозже наш региональный координатор об этом вам расскажет и даст более полную информацию. Уважаемые участники симпозиума, не стесняйтесь задавать вопросы в чате, конкретно по стране, конкретно каждому спикеру. И, пожалуйста, обязательно представляйтесь. Гуна, спасибо большое. Следующее слово я с удовольствием передаю команде Кыргызстана. Команда Кыргызстана также активно принимала участие в проекте. И уважаемая Анара Надербекова, фонд Евразия Центральной Азии. Слово вам. Так, Анара, пожалуйста, включите микрофон, вас не слышно. Значок микрофона, он у вас все еще выключен. Так, еще раз, пожалуйста, еще одна попытка включить микрофон. Спасибо большое. Прошу прощения, уважаемые коллеги. Рады приветствовать всех участников данного симпозиума. Для нас большая честь сегодня выступать на международной арене с опытом каргаскоянов. Итак, позвольте продемонстрировать первый слайд. История становления инклюзивного образования в Каргасской республике началась активно в 2004 году. О ней начали говорить еще в 1996 году по инициативе родительских организаций. Но благодаря финансированию со стороны глобального фонда сотрудничество было налажено на всех этапах. И на сегодняшний день партнером в Казахстане являются все международные авторитетные организации, как вы видите на экране, это Всемирный банк, Всемирный банк, ЮСАИД и ряд других организаций. Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на следующий слайд, что в Казахстане основной документ, который регламентирует развитие инклюзивного образования, является закон об образовании. Он конферентирован в новой редакции летом 2023 года. И на сегодняшний день мы можем смело сказать о том, что в стране дейское понятие об инклюзивном образовании, оно узаконено. Государственный образовательный скандарт школьного общего образования также был разработан с учетом интересов детей, а также создает все предпосылки для развития инклюзивного образования. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы говорим об инклюзивной политике, то можно сказать о том, что есть шесть важнейших документов национального уровня. Это концепция развития инклюзивного образования, которая была разработана в 2019 году, а благодаря программе и плану развития была реализована на последующие три года, начиная с 2020 года. Также у нас есть форс-скандарт, государственный образовательный скандарт начального общего образования для детей с инвалидностью по восьминозологиям, которые были разработаны по инициативе родительских организаций и поддержаны большим экспертным сообществом Министерства образования и науки Красной Республики. Сейчас идет рассмотрение положения психолога медико-периодической консультации, которое позволит направить родительское сообщество в пользу выбора инклюзивной образовательной политики. Положение о тюкерском сопровождении также было выгнуждено на уровне правительства. Следующий слайд. Если мы говорим об инклюзивной практике, на местном уровне были предложены разработки типовой структуры программы развития инклюзивного образования в общеобразовательных организациях. И многие директора по собственной инициативе перехватили эту практику. И мы можем говорить о том, что сейчас порядка 10% всех общеобразовательных организаций успешно реализуют данную программу в своих школах. Инструктивные материалы были разработаны. Есть типовая структура индивидуального плана реабилитации, а также типовая структура индивидуального учебного плана. Также разработаны квалификационные требования к специалистам в области инклюзивного образования, которые регламентируют качество и объем работы каждого специалиста узкого профиля, которые должны сопровождать инклюзивное образование. Также было разработано положение, и оно было утверждено на уровне министерского образования, это положение службы психологам и медико-педагогическое сопровождение. Опять-таки по инициативе родительского сообщества была разработана национальная программа на уровне министерства труда и социального развития доступная страна, что также обеспечивает доступность среды и в дальнейшем определяет объем работы в данном направлении. Следующий слайд. На пути к инклюзии. Я не могу сказать о том, что на стране все цело есть хорошая практика инклюзивного образования, но мы говорим о том, что мы работаем и работа продолжается. И так, на пути к инклюзии, мы работали над задачей подготовки специалистов. И хочется отметить, что уже есть учебно-методические комплексы, лаборатория инклюзивного образования, практика школьных дней, разработаны специальные методологии и особой гордостью является применение биоакустической коррекции коры головного мозга. Следующий слайд. В части работы с родителями сейчас обсуждается разработка национальной стратегии сотрудничества школ с родительским сообществом. И в 2004 году были инкционализированы... Пять минут прошло. Да, я завершаю свое выступление. Можно следующий слайд? Еще следующий слайд. Спасибо большое. Следующий слайд. Нам была предоставлена очень хорошая возможность изучить опыт Грузии, а также изучить опыт Грузии в четырех странах. И мы хотим отметить, что нас очень впечатлили законодательные инициативы и подготовка грузинских парламентариев, которые, прежде чем принять тот или иной законопроект, проводят исследовательскую работу на предмет актуальности того или иного вопроса, на котором строят поработать. Поготовка специалистов на уровне государственных университетов, а также в особой гордости является автоматизированная система заявлений родителей. Более дисциплинарная команда национального уровня, типовая структура индивидуального учебного плана, а также продуманная система оценивания учащихся, обучающихся на инклюзивной образовательной технологии. И также результаты реорганизации специальных образовательных организаций также впечатляют. Опыт Узбекистана покажите, пожалуйста, в следующем слайде. Из узбекских коллег нам удалось посмотреть ряд важнейших моментов, которые нам бы хотелось реализовать в своих странах. Это впечатляет масштабная работа Министерского образования Узбекистана, которая уделяет большое внимание именно подготовки специалистов и применение инновационных подходов, практических элементов в данном вопросе. Впечатляет работа также Республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся. Опыт организации инвестиционно-образовательного процесса на уровне школ и их оценивания. Следующий слайд. У вас одна минутка. Хорошо, я справлюсь. Мы бы хотели предложить рекомендации по улучшению данного международного сотрудничества в следующих направлениях. Это сомпровизация услуг ПМПК, а также внедрение второго учителя в классе, распространить работу Центра психолого-педагогической диагностики в Узбекистане, а также сомпровизация образовательного маршрута, внедрение практики продленки и работа с родителями. Уважаемые коллеги, у меня все. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Удачи всем! Дорогая Нара, спасибо большое. Мне здесь подсказывают, что у нас есть страновой партнер от государства Салтанат Мамбетова. Пожалуйста, вам буквально две минутки слова. Салтанат, поднимите, пожалуйста, руку. Пока Салтанат готовится, я хочу сказать, что мы видим в чате несколько вопросов для коллег из Грузии. мы к ним вернемся обязательно в рамках общей дискуссии. И, в общем-то, все вопросы мы фиксируем. Итак, пожалуйста, Салтанат, вам слово. Салтанат, мы вас не видим, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, тогда давайте, наверное, вернемся к Салтанат чуть позже, когда будет общая дискуссия. Евгения Бойко, я вот вижу вашу руку. Пожалуйста, если можно, очень быстро, да, Евгения? Да. Коллеги, к сожалению, ну, давайте тогда все-таки в рамках общей дискуссии, дальше мы продолжим наши страновые презентации. Нужно сказать, что Республика Молдова, она являлась одним из эффективных участников проекта, и я сейчас с удовольствием передаю слово команде из Молдовы. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, это мы из Минобразования, просто вы запрещали нам включать микрофон, и вот здесь и я, и Салтанат Мамбетова. Так, пожалуйста, тогда Салтанат Мамбетова, госпожа, вам очень короткое слово именно об участии в этом проекте, пожалуйста. Разрешите всех поприветствовать от имени Министерства образования на Украинской Республике и поблагодарить программу KickSaveMap за предоставленную возможность увидеть позитивную практику таких стран, как Грузия, Узбекистан, Молдова и Таджикистан. Уверена, что итоги данного проекта позитивно скажутся на развитии и продвижении политики в области инклюзивного образования, тех стран, которые участвуют в этой программе. Также одним из примечательностей является то, что весь опыт, который был предоставлен, будет размещен на официальных сайтах Министерства образования всех этих стран и большая аудитория, включая гражданскую общественность, учителей, педагогов, они смогут познакомиться с этим опытом, возможно, предоставить какие-то свои рекомендации. Мы думаем, что в дальнейшем вот мы познакомились с очень замечательными людьми из этих стран. В дальнейшем мы можем скоординированно вести свою работу и уже в последующем делиться положительным опытом. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Я приношу извинения команде Молдовы. Виорика, Виорика, вам слово. И я думаю, что с вами тоже будут ваши партнеры в том числе. Виорика, вам слово. Как всегда, 8 минут. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рада быть частью проекта и приветствуем всех на симпозиуме. На симпозиуме со стороны Молдовы наших коллеги с неправительственных организаций и коллеги с государственных служб по обеспечению прав детей в образовании. Пожалуйста, следующий слайд. В моей презентации я хочу обратить ваше внимание на основные три направления и хочу сказать, что в рамке проекта мы еще раз смогли сделать себе самоанализ и сравнительный анализ инклюзивного образования образовательного процесса детей с особыми потребностями в начальной и во всех уровнях школ. Еще мы делали очень хорошие упражнения в рамках проекта, изучали опыт стран, консорнциума и по реализации политик и практик. А также мы сделали несколько план для будущего в Молдове, так как мы очень красивые практики увидели в течение проекта. Чего мы удали, чего Молдова удалась до сих пор? И хочу, пожалуйста, следующий слайд. Чего добилась Молдова в плане инклюзивного образования и хотим подчеркнуть, что национальные политики и регулирующие инклюзивное образование в Молдове соответствуют европейской политике, а также у нас, как и у коллег, была ратифицирована в 2010 году конвенция ООН по правах людей с ограниченными возможностями. Были включены инклюзивные образования, было включено в кодексе об образовании Молдовы еще в 2014 году. В 2023 были дополнены службы для более трудных детей с ограниченными возможностями. И, конечно, есть очень развитая программа по развитию инклюзивного образования, которая Молдова уже поработала над ней с 2011 по 2020 годов. И уже мы начали вторую программу, где очень четко написано, что мы должны в этом моменте развивать службы для детей с самой трудной формой, ограниченными возможностями. а также в этом контексте мы ориентировались, чтобы в контексте Молдовы должны развивать эти службы и все политики, включающие конкретные действия, направлены на достижение задач стратегии 2030, основывающие на целях устойчивого развития образования. Так, пожалуйста, дальнейшее. Кроме политик, реформа проводится успешно, поскольку существует тесное сотрудничество между все министерства, лидер министерства просвещения и очень большое влияние имеет над реформой сотрудничество с непробительственными и международными партнерами. Пожалуйста, следующий слайд. В этом контексте хочу сказать, что работает координационный совет, включающий члены, члены из всех этих структур. Четкая сеть бюджетных услуг и постоянно развитие их, так как в Молдове есть службы на центральном уровне, на районном уровне, служб психопедагогической помощи в каждом районе и эта структура включает примерно 10 человек, многофункциональная команда. А также на уровне школы и детских садов существует многопрофильная внутришкольная комиссия и ресурсные центры и вспомогательные услуги. По стране где-то приблизительно тысяча юниц ресурсных центров и вокруг 10 тысяч вспомогательных учителей. На данный момент Молдова осознает, что для реализации этой программы, которую мы сейчас, которую начали, должны развивать более сложные, более специфические услуги для поддержки детей. И мы с помощью проекта ХИКС успели увидеть красивые и успешные практики у коллег. Пожалуйста, следующий слайд. Как результат проекта мы хотим показать, как увеличилось количество детей в общеобразовательных школах в течение годов. и в этом контексте хочу сказать, что в 2010 году было в интернатах где-то 12 тысяч детей, а сейчас в интернатах осталось менее 500 детей. Пожалуйста, следующий слайд. С практики Грузии по Республике Молдова увидела очень хорошие методологии работ с людьми с нарушениями зрениями, слепыми и слабовидящими. И для этого есть у нас в плане чтобы поработать в близкой сотрудничестве с Грузией, чтобы развивать службу для таких детей. Подготовка специалистов в этой области на основе опыта Грузии будет способствовать развитию услуг поддержки для слабовидящих. Пожалуйста, следующий слайд. Дополнительно университетские программы по примеру Грузии по оказанию помощи детей слабовидящим и слепым, глухим и слабослышащим для детей с аутизмом. Это опять дополнит университетские программы, которые Молдова имеет на данный момент. Следующий слайд, пожалуйста. Опыт Узбекистана демонстрирует эффективный подход в социальной инклузии, который опять может быть успешно адаптирован и применен в Молдове. И для разработки ридактических материалов увидели в Узбекистане очень хорошие и есть перспективы для Молдовы. В этом смысле Узбекистан ... Извините, я заканчиваю. В этом смысле Узбекистан имеет хорошие, красивые творческие лаборатории. И в конце хочу сказать, пожалуйста, рекомендации на будущее у нас есть. Хотим определить возможности наличие доступных и обновляемых баз данных, которые очень хорошие и мы думаем, что поможет в дальнейшем. Как сказала Фарида в начале, мы разрабатывали три базы данных. Спасибо большое и благодарим за внимание. Если есть вопросы, мы здесь и наша команда. Спасибо большое, Виорика. На самом деле очень интересный опыт. Спасибо всем участникам. Вот в чате копятся очень много вопросов и уже комментариев. Но все-таки мы есть один вопрос, наверное, на него можно уже прямо сейчас ответить, потому что большая часть она касается комментариев. Все ли школы в Грузии имеют ванные комнаты и ресурсные комнаты? Вот был такой вопрос. В Грузии или в Гладове? В Грузии. Вот именно шла речь о Грузии. Можно будет включить микрофон нашим коллегам из Грузии, чтобы они на этот короткий вопрос дали короткий ответ. Мы имеем двумя интерпретация на английский. Мы both говорим. Я проверил, если это представитель, но мы both говорим. То это Ричард или Виталий, вы хотите взять лит. Мы both говорим. Виталий. Окей. Так, пожалуйста, есть ли у нас Гуно в чате? Можно ли ответить на этот вопрос про наличие ресурсных ванных комнат во всех школах Грузии? У нас мы не видим Гуно в списке участников. Возможно, по техническим причинам отключилась. Предлагаю перейти к другому вопросу. Или если Гуно в комнате, пожалуйста, поднимите руку. Мы ее пока не видим. Грузии коллеги, которые хотят открыть, тоже могут поднять руку. Пока может прийти, если будет Фаридо подняла руку. Это Гуно. Это у нас Гуно. Все, хорошо. Я во всей внимании. Пожалуйста, вопросы. Гуно был вопрос по Грузии. во всех ли школах Грузии имеются ресурсные комнаты и ванные комнаты, именно ресурсные, о которых вы уже рассказывали. Спасибо за вопрос. Здесь присутствует представительница из министерства Тамар Женте, и, пожалуйста, включите микрофон, и она ответит еще поподробнее и приветствует нашу конференцию. Тамара, поднимите пожалуйста. Пожалуйста, Тамара. Дорогие участники, нас в чате 106 человек. Мы будем очень рады, если вы будете очень быстро поднимать свою руку, чтобы мы могли быстро дать вам слово. На данный момент мы Тамару, к сожалению, не видим. Гуно, пожалуйста, ответьте вы, да? Наверное, думаю, будет возможно. потому что мы согласовали между собой, что вот она ответит. хорошо. Это я, как сказала, по закону. А, вот еще Тамара Долурая. Тамара, может быть, вы ответите? Вот две Тамары у нас от Министерства. Спасибо большое. первое. Тамара. Спасибо. Я очень рада , что у вас есть возможность участвовать. participate in it. Тамар Жген Спасибо огромное. Я очень рада возможности участвовать в этой встрече. Сейчас со мной находится вот та вторая Тамара, и я передам ей слово. У меня была какая-то техническая проблема, я сейчас от Тамары говорю. Как мне сказали, был вопрос по поводу ванных комнат. И ресурс комнаты. Да, ресурс комнаты есть во всех школах, где учатся дети с образовательными нуждами. А что касается ванных комнат, адаптированные туалеты у нас есть тоже в тех школах, где учатся дети с образовательными нуждами, особенно не образовательными нуждами. Спасибо большое. Спасибо коллеге из Грузии. А мы отвечая еще на один вопрос из чата, какой опыт практики инклюзии команда изучила из Таджикистана, хочу предоставить слово нашей команде республики Таджикистан, которая с оптимизмом вовлеклась в проект и достигла своих успехов. Итак, уважаемая Сабахат Хакимзада Касымова, вам слово, Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями. Так, уважаемая Сабахат, вы есть? Сабахат, пожалуйста, включите микрофон и камеру. Спасибо. Так, вот боюсь, что Сабахат сейчас в чате нет. Вероника, я не ошибаюсь? Мы видим Сабахат, но, к сожалению, возможно, по техническим причинам она нас не слышит, не включен ни микрофон, не камеру. Так, ну, я тогда предлагаю все-таки, наверное, другим способом связаться с Сабахат и просто перенести ее выступление чуть позже. Коллеги, чтобы не задерживать, давайте, наверное, все-таки мы передадим слово другому, следующему участнику. Вероника, это возможно? Да, конечно. Давайте перейдем к Узбекистану. Узбекистану, да, вот как раз-таки команда Республики Узбекистан, она и принимала страны и тоже была одним из активных участников нашего проекта. Поэтому я с удовольствием передаю слово Татьяне Чебровой Общественное объединение Международный Альянс Центральной Азии по инклюзивному образованию. Татьяна, вам слово и наши заветные 8 минут. Да, добрый день, приветствую всех участников, которые присутствуют на этом международном симпозиуме. И я представляю опыт работы Узбекистана. Итоговый отчет. Наша страна под руководством нашего президента и постановление Кабинет Министров Республики Узбекистан об утверждении нормативно-правовых актов, касающихся образования детей с особыми образовательными потребностями, отдельно определили цели и задачи инклюзивного образования сегодня. Поэтому первые шаги инклюзивного образования, которые имеют свою правовую силу, начали действовать с 2021 года. Согласно постановлению правительства Министерства дошкольного образования при Республиканском Центре психолого-педагогической и профессиональной ориентации учащихся, была открыта лаборатория инклюзивного образования, которая комплексно изучает все вопросы внедрения инклюзивного образования. Вот здесь сразу хочу сказать, что гости ее посетили и посчитали очень важным тех стран, в которых сейчас нету такой инклюзивной лаборатории, ее открыть. По последним данным, более тысячи школ сегодня с инклюзивным образованием функционирует в нашей стране и число детских садов значительно меньше на сегодняшний день, но это в плане развития. Начали с Нового года функционировать международные проекты. Один из них в Узбекистане будет работать пять лет, чуть позже я расскажу о нем. Будет это две области. Сейчас в проекте планируется еще третья область. Следующий, пожалуйста. На сегодняшний день по Республике Узбекистан 86 специализированных школ, школ-интернатов. Далее специализированные образовательные учреждения для детей с отклонением в физическом или психическом развитии обучаются и воспитываются 21,2 тысячи учащихся. 21 школа-интернат санаторного типа. Там 6,1 тысячи детей. 13,3 тысячи учащихся нуждаются в длительном лечении, обучаются на дому в индивидуальном порядке. Наряду с государственными учреждениями принимают активное участие негосударственные организации в нашей стране. И гости много этих организаций у нас посетили, когда приезжали в Узбекистан. На протяжении всего периода независимости в республике наряду со всеми законами, указами и постановлениями особое место было уделено совершенствованию и улучшению положения детей с особыми потребностями. Следующий слайд. Методическое обеспечение в процессе обучения детей с инвалидностью. Методическое обеспечение в инклюзивных классах основывается на национальной программе республики. Обучение ведется по программам и учебникам общеобразовательных школ для учителей инклюзивных классов. Создано методическое пособие с разработками уроков для осуществления индивидуального и коррекционного подхода. Здесь я должна отметить, что здесь они обучаются в центре Ташхиз, где обучаются все учителя, которые в дальнейшем потом работают в этих школах. И в школах созданы специальные условия для проведения коррекционных занятий для всех видов нарушений. Дети с ВОЗ начальных коррекционных классов обучаются по адаптированным программам специальных школ интернатов. Для них изданы специальные учебники по общеобразовательным и коррекционным предметам. Следующий слайд. Отличная модель вовлечения государственных структур и общественных организаций в процесс сотрудничества работает в инклюзивном классе школ. Узбекистане такая модель выстраивается на сегодняшний день и сейчас. При знакомстве взаимодействия Министерства дошкольного и школьного образования с национальными школами и сопоставлением с моделью работы специалистов Грузии были определены одинаковые подходы к инклюзивному образованию. Сенат Министерства дошкольного и школьного образования Ташхис Республиканский Центр профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся тренинги для учителей выпуск учебно-методической литературы для школ мониторник работы педагогов школ консультации школы общеобразовательной и специализированной высокой уровень пропаганды в Грузии инклюзивного образования который повышает компетенции населения общественности по пользе инклюзивного образования и потребности их участия в процессе внедрения. Следующий слайд. Татьяна, больше пяти минут уже прошло. Выводы Узбекской национальной команды по поездке в Грузию создание программ учебно-методической литературы как для специалистов так и для родителей и детей для дошкольных учреждений по инклюзии создание модульных программ проведения учебных тренинг подготовки кадров подошкольного и школьного образования в вузах курсах повышения квалификации организация на базах махали школ для пап и мам по инклюзивному образованию повышать компетенции инклюзивного образования для осуществления надлежащего индивидуального подхода в обучении повышать осведомленность населения для дальнейшего полного охвата детей с ОВЗ обучению инклюзивной школы создание международной группы по проекту продолжать сотрудничать и изучать опыт Молдовы по инклюзивному образованию следующий слайд ну вот это видеоряд при посещении Узбекистана следующий слайд вот здесь я такую сделала таблицу для сравнения на сайтах можно будет с ней ознакомиться так как мало времени следующий слайд ну вот я здесь небольшой слайд сделала это новый проект который на 25 лет Юсаид будет проводить в Узбекистане все дети успешные он будет идти в течение пяти лет при поддержке Республики Узбекистан правительства и министерства следующий слайд Итоги изучение опыта консорсума по реализации политики инклюзивного образования успешных педагогических практик обучения детей с ограниченными возможностями и общеобразовательная школа стран консорсума подготовка педагогических кадров вузов специальный педагог сравнительный анализ методов и подходов используемые для обучения этих детей барьеры которые были улучшение и расширение практик инклюзивного образования для всех детей распространение знания передового опыта для детей с ограниченными возможностями и масштабировать успешные практики продолжать адаптировать и улучшать на основе оценки и программ обучения следующее спасибо большое за то что прослушали нашу презентацию Узбекистан очень рад что наш опыт был изучен четырьмя странами консорсума и большое спасибо нашим руководителям Женевы что они дали возможность нам ознакомиться показать свой опыт я надеюсь что наши практики будут продолжены в дальнейшем благодарю Татьяна спасибо огромное спасибо большое ну что ж коллеги тогда у нас есть заключительное выступление я надеюсь что команда Таджикистана уже готова к выступлению и Сабахат дорогая вы с нами вы готовы у вас 8 минут пожалуйста замечательно Сабахат пожалуйста включите микрофон меня слышно вас замечательно слышно и мы начинаем нашу презентацию у вас 8 минут спасибо большое добрый день приношу извинения за технические неполадки хочу поприветствовать всех участников симпозиума основной фундамент для инклюзивного образования в Таджикистане СОЗАН Республика ратифицировала 7 основных международных документов по правам человека среди них Конвенция по правам ребенка Международный пакт об экономических социальных и культурных правах и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин данные документы уделяют особое внимание праву на образование каждого В 2018 году Таджикистан подписал Конвенцию о правах ребенка инвалидов В 2013 году в Таджикистане были проведены законодательные реформы в сфере образования и приняты новые законы об образовании о дошкольном обучении и воспитании детей В 2015 году был принят закон о защите прав ребенка в котором две главы посвящены правам детей с инвалидностью В сентябре 2020 года правительство приняло национальную стратегию развития образования до 2030 года где основной долгосрочной целью определило создание эффективности системы образования способствующей доступу к равным возможностям всех детей Также разработан проект кодекса об образовании При Министерстве образования и науки функционирует рабочая группа по инклюзивному образованию которая работает на стратегическом планировании развития инклюзивного образования в стране Также создан национальный комитет проекта КИКС в который вошли представители Министерства образования и науки республики и общественных организаций работающих в области инклюзивного образования Комитет будет координировать проекты и определять приоритетные направления реформ в секторе образования В 2017 в стране были созданы 20 ресурсных классов Мы очень рады обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах Также мы ознакомились с опытом сотрудничества Министерства образования и науки и организацией родителей детей с инвалидностью людей с инвалидностью с целью обеспечения доступа детей с особыми образовательными потребностями в образовательное пространство Обмен знаниями Из опыта Грузии мы познакомились с работой мультидисциплинарной команды в которую входит педагог психиатр психолог тютер социальный педагог с опытом тютерского сопровождения в общеобразовательных школах работой специализированных школ работой вузов по подготовке будущих учителей работе с детьми с инвалидностью Также с опытом работы коалиции организации родителей детей с инвалидностью и самих людей с инвалидностью в продвижении инклюзивного образования Очень был интересен опыт Узбекистана мы познакомились с учебно-методическими материалами по работе с детьми с особыми образовательными потребностями с ролью инклюзивных школ в процессе адаптации таких детей к школьной среде с опытом по адаптации образовательного материала по детей с особыми образовательными потребностями Также с опытом работы педагогов с такими детьми в общеобразовательных школах и с работой Республиканского Центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся. На этапе реализации инклюзивного образования возникает острая необходимость проведения серьезных исследований, которые смогут дать информацию о процессе, результатах, качественных изменений и повлиять на общее восприятие и возможности и эффективности процессов инклюзивного образования. Изучение успешных практик Грузии и Узбекистана по методам и подходам к обучению детей с инвалидностью в начальных классах можно заимствовать в продвижении инклюзивного образования в нашей стране. Конечно же, от проекта мы ожидаем продолжения сотрудничества стран-консорциума для дальнейшего обмена знаниями в области инклюзивного образования, обмен опытом в сфере продвижения инклюзивного образования с организациями родителей детей с инвалидностью, стран-партнеров, для того, чтобы ребенок с инвалидностью был максимально вовлечен в образовательное пространство, очень важна работа мультидисциплинарной команды, и нам необходимо более детально изучить работу данной команды, документы, с которыми они работают, материалы, на которые опирается при составлении адаптивной программы и индивидуального плана. Также нам очень интересно ознакомиться с опытом внедрения тьютерского и менторского сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, с ролью и основными этапами тьютерского сопровождения в образовательной среде. Что касается материала стран-консорциума, то, конечно же, нам очень интересны адаптивные программы, познакомиться с индивидуальным планом, очень интересны куррикулумы для незрячек и глухих детей в сфере инклюзивного образования, изучить программу вузов к подготовке будущих учителей, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, познакомиться с материалами по подготовке кадров, педагоги-предметники, специальный педагог в области инклюзивного образования, изучить опыт специализированных школ. Очень было интересно видеть, что дети приходят с тяжелой сочетанной формой инвалидности, здесь идет речь только о таких детках, они получают знания в течение дня, а вечером ребенок возвращается в семью, это замечательно. Конечно, для нас также интересны программы для детей с аутизмом, с ссорными нарушениями, с множественными нарушениями и опыт психолога, педагогического сопровождения обучающихся с особыми образованиями, образовательными потребностями, примерами адаптации методов, примеров и технологий обучения и воспитания. Сабахат, у вас одна минуточка. А, все, замечательно. Вы прямо уложились вовремя. Спасибо большое, Сабахат. На самом деле, коллеги, очень, я думаю, что вдохновляющие презентации. И есть у нас сейчас возможность, в принципе, задать вопросы, побеседовать со всеми нашими коллегами, со всеми замечательными участницами этого доброго проекта. И если начать зачитывать наши вопросы в чате, то одним из первых вопросов был, и это был, я думаю, что могут ответить абсолютно всем. Это участник из Украины. Он спрашивал, а вообще рассматривал ли проект и команда аспекты повышения исключенности инклюзивного образования в экстремальных условиях. Пока все думают, коллеги, кто будет отвечать, я хочу еще раз поблагодарить всех наших спикеров за вдохновляющие выступления и за тот труд, который вы сделали в рамках проекта. За очень короткое время смогли вдохновить и себя, и свои правительства, и свои министерства, и сделать как можно больше для того, чтобы никто не остался позади. Итак, пожалуйста, мы сейчас открываем очень короткую сессию вопросов и ответов. И первый вопрос был как раз-таки аспекта повышения устойчивости инклюзивного образования в экстремальных условиях. Коллеги, может быть, кто-то из вас может ответить на этот вопрос. Да, пожалуйста, Татьяна, и мы не забываем про время, да, мы очень просим вас уложиться в минуту-полторы. Спасибо большое. Это Украина, да, зовут автора этого вопроса. Ну, давайте я сейчас вернусь, вы пока отвечайте, я вам скажу. Хорошо. Значит, у нас не было цели такой, у нас немножко другие были цели, но я должна сказать, что у нас в Узбекистане есть такая организация, государственная служба экстренной помощи, где есть прекрасный специалист, который этому всему обучает. У него буквально недавно прошли тренинги на эту тему, поэтому вот я хотела нашим коллегам с разных стран предложить этот шикарный ее опыт, который наработан не одним десятилетиям, и если будет интерес такой, то мы можем провести онлайн-тренинги или оффлайн. Вот такой мой ответ. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос задал Сергей Лондар, и я думаю, что, Татьяна, если вы в чат скинете как раз такие контакты для дальнейших связей, для того, чтобы вы могли провести это дополнительная консультация, это было бы замечательно, да. Еще один вопрос, и я думаю, что это прям, ну, как бы очень важно. Исауту Сар, он говорил о том, что, ну, инклюзивное образование, оно в обязательном порядке должно быть не отрывано от государственной образовательной политики, да, что всем, кто говорит о инклюзивном образовании, они в обязательном порядке должны понимать, что это не может быть, ну, какая-то такая особая среда, которая не внедрена в общую систему образования. И таким образом мы должны понимать, что у всех должны быть справедливые шансы на образование, и это очень важно, и как раз таки важно распространять вот такие доказательства и применять их на практике. Я думаю, что это был больше комментарий, нежели чем просто вопрос. То есть инклюзивное образование должна идти, речь такая, в целом комплексе экономических и политических мер. И вот как раз таки этот вопрос подхватила Джанил Бакунбаева. А как сделать благоприятную экосистему для инклюзивного образования, когда идет вот такой комплексный подход, комплекс экономических и политических мер? Пожалуйста, есть ли ответы у наших спикеров, у членов команды проекта? Как создать благоприятную экосистему для инклюзивного образования и как раз таки подход такой комплексный, чтобы был? Пожалуйста, есть желающие? Поднимайте руки, мы вам будем открывать микрофон. Коллеги. Ну, как бы все молчат, если позволите, я отвечу, да, чтобы поддержать как бы нашу команду международную. Но я думаю, что вот как раз наши кураторы Женевы, они все продумали в нашем проекте. И вот такое участие государственной структуры общественных организаций, то есть параллельные и вертикальные связи, которые у нас были запланированы в проекте, я считаю, это просто великолепно было продумано. И если говорить за нашу страну, Узбекистан, то с моей презентации это было видно, что наш президент, наши институты и общественные организации, они как бы очень в плотной такой связке. И вот сейчас проект, который стартовал, о котором я говорила, он планируется, Иосаидом на 5 лет, он говорит о том, что у нас это углубится, расширится, будет подключено много туда структур, как государственных, так и общественных. И я думаю, что вот успех нашего такого маленького проекта, который раскачивался два года, он дал такой шикарный результат, вы сейчас видите по презентациям, и такой уникальных людей собрали в этот проект, что я считаю, что это бриллианты каждой страны, которые сегодня презентовали, которые вложили туда силу, души, нервы, все вместе, и результат, я считаю, просто на тысячу баллов. Ну что ж, Татьяна, тогда мы готовим следующий визит, стади тур в Узбекистан, как только стартует следующий проект, но, а если серьезно, то на самом деле участие государственных партнеров, это как раз-таки есть одно из, наверное, условий, когда как раз-таки вы поддерживаете комплексный подход. И дошкольное образование, и школьное, дополнительно профессиональное техническое образование, включая высшее образование, конечно же, тоже должны исходить из принципа инклюзивности. У нас это как раз-то все было хорошо видно, потому что у нас ВОЗы, они этим тоже занимаются, поэтому это такая непрерывная, будем так говорить, связка всех структур в едино. Спасибо. Спасибо большое. Еще один вопрос был о том, чтобы подумать, что инклюзивный подход, это, конечно, очень важно, но очень важно продумать и финансовую устойчивость, то есть насколько нормы, инициативы, которые были в проекте и будут в будущем, должны быть финансово поддержаны. И вообще, есть ли финансовая поддержка, стимулы для учителей школ, чтобы поддержать детей с инвалидностью в учебном процессе. И вот, наверное, на этот вопрос очень важно задуматься, потому что это тоже один из моментов комплексного подхода. Итак, пожалуйста, коллеги, ага, Фарида, я вижу Фариду в руку, пожалуйста, ждем ответа от вас. Спасибо большое, да, спасибо большое. Хороший вопрос, важный вопрос финансирования всех этих усилий, инициатив, но изначально, когда проект начинался, во-первых, это был очень короткий срок реализации проекта, исследования, и мы этот вопрос не охватывали, я, как в презентации говорила, у нас больше был акцент на учебный процесс детей с ограниченными возможностями в начальных школах. Шире вопрос, конечно, можно было бы рассмотреть, но это, я думаю, что не последний мероприятие, проект наш, и мы в дальнейшем продумываем еще более углубленные вопросы изучать в нашем консорциуме при поддержке и Кикс, и других доноров, возможно. Я думаю, что коллеги из своего опыта могли бы тоже поделиться, ответ еще дать. Спасибо, спасибо, Фарида. Я вот вижу руку Гульнары, пожалуйста, Джорджия на связи. Так, Гульнара, только что была. Коллеги, ну, Гульнары... Так, пожалуйста, Анара, я вижу вашу руку. Анара Надиргин, Кыргызстан. Да, в общем, замечательный вопрос, он крайне актуальный. Хочу отметить, что, действительно, финансирование, инклюзивное образование может позволить нам говорить об устойчивости наших инициативах, но тут надо рассматривать и проводить работу параллельно. Нужно готовить специалистов, нужно создавать инфраструктуру. И что мы делаем, да? Специалисты во многом сейчас работают на энтузиазме и мотивированы повышать свою квалификацию в области инклюзивного образования. И они порога своей деятельности, они ориентированы на определенный социальный результат. Но со стороны министерского образования говорить, мы изучили опыт пяти стран, и мы видим, что с каждым годом их интерес к развитию и поддержке инклюзивного образования растет. Во-первых, это, как сказать, запрос современных граждан, потому что экология, процесс ситуации с экологией во всем мире порождает факты того, что статистика порождаемости детей с инвалидностью неизбежно растет. И в связи с этим образовательные услуги и все правительства, они должны быть готовы к приему детей с особыми образовательными потребностями. Вопрос, рука, я хочу... Анар, минуточку, давайте соблюдать регламент, пожалуйста, не очень долго. Ну, надо решать параллельно, вот хотела рассказать. Спасибо. Хорошо, вот мне здесь в чате говорят, что Республика Молдова, Виорика, да, ваша коллега Аурика хотела выступить. Пожалуйста, есть ли Виорика и есть ли Аурика? Здравствуйте всем, я Аурелия Нука, я представляю службу психолого-педагогической помощи для детей с особыми образовательными потребностями из Левского района Республика Молдова. Насчет этого вопроса у нас есть в Республике Молдова практика, на уровне детских садов и общеобразовательных школ есть регламенты, утвержденные Министерством образования, на базе которых учителям и воспитателям выдается дополнительная оплата в связи с работой с детьми с особыми образовательными потребностями. Это такой регламент, в котором высказывается про работу, специфическую работу с детьми с образовательными, специфические условия с работой с детьми с образовательными потребностями. Еще есть в Республике Молдова национальные фонды по инклюзивному образованию. То, что я выше изложила, это касается дополнительной оплаты учителей и воспитателей из общеобразовательных школ. И есть еще национальный фонд по инклюзивному образованию, на базе которого оплачивается вспомогательный педагог в общеобразовательных школах. И есть нормативы, как выдаются. Спасибо большое. Спасибо большое. Это замечательный опыт. Я думаю, что на заметку всем странам. Итак, пользуясь правом модератора, я хочу, уважаемые коллеги, напомнить, что у нас есть еще одно выступление Екатерины, но я вижу здесь две руки. Это Сергий из Украины и была Айнашкан. Вот предлагаю все-таки, Сергей, вам выступить буквально минутка-полтора. Если Айнашкан есть и Айнакан есть еще, то мы дадим слово Айнакан и потом перейдем уже к следующей презентации. Пожалуйста. Спасибо, Аида. Меня слышно? Да, очень хорошо слышно. Спасибо, дорогие участники. Очень отличная тема. Я еще раз хочу обратить внимание на тот вопрос, который я задал. У нас действительно в тех аспектах, что мы должны обеспечить равные условия для получения образования. Дети с специальными образовательными нуждами очень должны быть в фокусе. Ну и украинские дети сейчас оказались в экстремальных условиях. Вот с такими специальными нуждами они, конечно, в хуже положении, чем другие. Ну, я хочу сказать, что это общая такая ситуация, потому что, как сказала Анара, у нас климатические изменения, многие в кучу сторону эпидемии, другие такие условия, когда такие экстремальные условия возникают. Например, наши дети попадают за границу, и тут еще, кроме этого, еще и языковый барьер. Поэтому я к тому, что важно расширить вот это наше такое исследование, еще и исследование вот таких аспектов, потому что они общие для многих стран и будут только усугубляться. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Да, на самом деле, как сказала Джулия в самом начале, мы должны воспринимать этот проект не как конец, а как начало, и это еще один из вызовов, который вы нам предложили. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, вот в чате есть еще у нас участник из Сомали, по-моему, и он тоже хотел рассказать о своем опыте. Я думаю, что у нас будет 15-минутная сессия, и там как раз-таки это тоже будет возможно, и я очень хочу присоединиться к словам Аиши из Пакистана. Она говорит, что инклюзивное образование начинается с формирования инклюзивного мышления. И замечательно, что нас, таких людей, много. Хороших людей должно быть много. И то, как это происходило, и какова была система взаимодействия, каковы же результаты проекта, об этом нам расскажет Екатерина Дунаева со своим сравнительным анализом успешного опыта и практики Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана по доступу к образованию для детей с инвалидностью. Екатерина Сергеевна, доктор наук, доцент кафедры политологии, которая вот вопросами инклюзии занимается, ну вот прям не полюбительски, а профессионально. Екатерина, вам слово. Спасибо большое и приветствую уважаемых коллег и участников нашей конференции. Позвольте доложить вам некоторые ключевые моменты из сравнительного анализа, проведенного мной на основании национальных отчетов и упираясь на результаты дополнительных исследований. На сегодняшний день настал критический момент для изучения развития инклюзивного образования. В настоящее время идет активное внедрение инклюзивного образования в каждой стране. В последние годы в республиках было принято масса законов и юридических норм, относящих к инклюзивному образованию. Исторический анализ показал, что традиции и развитие инклюзивного образования в рассмотренных странах различны. Например, в Узбекистане дебаты про инклюзивное образование начались еще в 1930-х годах. В то же время в Таджикистане инклюзивное образование, как концепция, появилось относительно недавно. Следующий слайд. Государства, безусловно, являются наиболее важными участниками, так как являются подписантами международных соглашений и одновременно обеспечивают законодательство. направленного на поддержку инклюзивного образования. Однако особое место занимает гражданское общество и неправительственные организации, сыгравшие значительную роль в поощрении и развитии инклюзивного образования. Международные соглашения, нормы и практики стали важными отправными точками для всех стран, подтолкнувшими изменения национального законодательства и способствующих общественному признанию прав людей с ограниченными возможностями. Конвенция ООН о правах ребенка и Конвенция о правах инвалидов одни из самых важных конвенций. Следует отметить, что Таджикистан единственная страна, где Конвенция о правах инвалидов была подписана еще в 2018 году, но до сегодняшнего дня не была ратифицирована. Также необходимо отметить, что в исследуемых странах существуют специфические участники инклюзивного образования. Например, в Молдове успешно действуют многопрофильные внутришкольные комиссии, образованные представителями образовательных учреждений и выполняющие функции планирования, координации и мониторинга процесса инклюзивного образования. В Кыргызстане большую роль играют руководители школ и других образовательных учреждений, которые не только участвуют в формировании политики инклюзивного образования, но также обеспечивают ресурсы и поддержку для учителей. В Грузии же подобную роль играют многопрофильные команды и центры качественного образования. В Таджикистане активными участниками инклюзивного образования являются группы общественной инициативы, местные власти и комитеты. Хочу отметить, что в целом подходы исследуемых стран отражают многогранность усилий по внедрению инклюзивного образования. Стоит заметить, что анализируя развитие практик инклюзивного образования в пяти странах, я пришла к выводу, что в каждом случае ключевые изменения были достигнуты благодаря совместным проектам. Зарубежные спонсоры и международные организации инициировали проекты или непосредственно стимулировали реформы, которые затем с поддержкой государства масштабировались и приводили к изменениям местного законодательства. Таким образом можно заключить, что НПО играет ключевую роль в сотрудничестве с государственными органами, университетами и другими учреждениями, предоставляя консультативную, финансовую и иные ресурсы для более успешного внедрения инклюзивного образования в стране. Воспитание терпимости и уважение к разнообразию являются ключевым моментом для успешного внедрения инклюзивного образования. Общественные ценности и нормы должны быть проанализированы и подробно рассмотрены. Грузия является хорошим примером положительных общественных изменений. В данной стране рост общественного осознания повлек за собой расширение понятия инклюзивного образования, что также нашло отражение в общеполитическом дискурсе. В частности, на начальных этапах инклюзивное образование рассматривалось исключительно в отношении детей с ограниченными возможностями, но постепенно значение этого термина расширилось, что отразилось в использовании термина «учащийся с особыми образовательными потребностями», то есть ООП, в различных официальных и государственных документах. Некоторые разногласия относительно включения детей с ограниченными возможностями характерны для всех исследуемых стран, что указывает на спорный характер данного вопроса. Позвольте мне использовать аналитический отчет «Новые грани образовательного неравенства в странах Центральной Азии», который был осуществлен при финансовой и экспертной поддержке фонда Сороса «Казахстан» и опубликован в 2022 году. Исследование в рамках этого отчета пришло к выводу, что родители детей с ООП представляют собой неоднородную группу. Более того, некоторые родители не желают, чтобы их дети получали образование в общеобразовательных школах. Основной причиной отсутствия эффективных механизмов и практик инклюзивного образования, как правило, являются низкие государственные расходы на образование, что приводит к перегруженности школ и учителей, особенно в регионах с высокой плотностью населения. Также неблагоприятную роль играет отсутствие физической доступности, низкое качество образования и отрицательное отношение. Приводим вывод, что необходимо рассмотреть создание необходимых основ для успешной реализации принципов инклюзивного образования. Следующий слайд. Опыт рассмотренных стран показывает, что необходим комплексный подход к реформам педагогических практик и образовательной следы, направленным на внедрение инклюзивного образования. Здесь считаю необходимым озвучить опыт Молдовы, прикладывающий значительные усилия для разработки и внедрения системы инклюзивного образования в стране. Данная система основана на методологии, которая позволяет выявлять детей с особыми образовательными потребностями, оценивать их семейное и учебное окружение, разрабатывать индивидуальные учебные планы, поддерживать детей и семьи в процессе инклюзии, а также обеспечивать постоянный мониторинг и оценку ключевых показателей. Наличие в стране системы подготовки и переподготовки учителей, отвечающие задачами эффективного обучения детей с особыми образовательными потребностями, является важным аспектом успешной реализации инклюзивного образования. Каждая анализируемая страна сталкивается с трудностями в попытках реформирования и улучшения системы подготовки учителей. На сегодняшний день многие учителя плохо разбираются в методах и технологиях обучения детей с ООП. Более того, некоторым детям с ООП не хватает самого простого – доступа к педагогической помощи, необходимой для их учебного развития. Необходимость улучшения навыков и готовности педагогического коллектива к работе с детьми ООП фактически является главной проблемой, не решив которую мы не сможем говорить об успешном внедрении инклюзивного образования не только в этих странах, но и во всем мире. Пример Узбекистана является попыткой частичного решения данной проблемы и заключается в издании методических пособий, содействующих разработке индивидуальных учебных планов для детей с ООП. Национальные отчеты всех стран также подчеркивают важность разработки методических материалов и рекомендаций для родителей, что могло бы простимулировать домашнее обучение, в сфере которого, несомненно, требуются дополнительные шаги. Завершить свой доклад мне хотелось бы отметить, чего не хватает в наших совместных усилиях – это движение снизу-вверх. Управление сверху осуществляется путем постановки конкретной цели, в нашем случае это внедрение инклюзивного образования, разработки плана для достижения цели, контроля исполнения и корректирующей действий в случае отклонения. При управлении снизу-вверх участники процесса сами проявляют инициативу. Некоторые из идей находят отклики у коллег и поддерживаются команды, организации или даже государства. Такими участниками могут стать родители детей с ООП. Во всех странах необходимо прилагать больше усилий для привлечения родителей в процессы разработки и оценки инклюзивных программ для их детей. Для этого необходимо предоставить дополнительную поддержку родителям для их вовлечения в образовательный процесс, что в дальнейшем приведет к улучшению взаимопонимания и повышению эффективности системы инклюзивного образования в целом в этих странах. Спасибо всем за внимание. Уважаемая Катерина, спасибо большое. Я думаю, что ваше сообщение, оно и дало ответ на многие вопросы, так как здесь вот я в чате вижу вопросы, которые касаются как раз таки нового инклюзивного подхода к обучению, к образованию. И вот ваш сравнительный анализ, он дал ответы на часть вопросов. Допустим, в чате у нас был вопрос относительно того, как проект, например, предусматривает работу с родителями. И вы как раз таки сказали, что работа с родителями – это одна из важных составляющих инклюзивного образования. Вовлечение родителей как раз таки в этот процесс очень важно. И, наверное, коллеги из проекта, коллеги вообще работающие, которые принимают участие здесь, если есть замечательные технологии, методики, то всегда есть возможность объединяться и взаимодействовать. Итак, пожалуйста, уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Екатерине? Если нет, то мы можем начать уже работать с вопросами и комментариями из чата. Пожалуйста. Ну, я думаю, что, Катерин, вы можете включаться на любом этапе и давать свои комментарии по отношению к тем вопросам или комментариям, которые сейчас возникнут. Спасибо вам большое еще раз. Итак, у нас в чате есть несколько комментариев и есть несколько вопросов. Я предлагаю сейчас все-таки попробовать ответить на вопросы, которые есть, а потом уже перейти к кратким комментариям. Еще раз хочу, уважаемые участники, сказать, что время-то нашей конференции, уже нашего симпозиума вышло, поэтому я прям вот какие-то самые-самые с категории не могу молчать, вычитаю вопросы, и я думаю, что наши участницы замечательные, участники смогут дать очень быстрые ответы. Итак, вот был вопрос относительно лаборатории инклюзивной, лаборатории инклюзивной, а вообще это независимый орган или это государственный орган, как он финансируется, был вопрос, и предусматривается ли дошкольное образование, то есть охватывает ли лаборатория инклюзивной дошкольное учреждение. Пожалуйста. Есть ли ответ на этот вопрос, потому что, ну, я так думаю, это важно. Да, Анара, пожалуйста. Очень хороший вопрос, действительно. У нас, какие лаборатории есть у нас и есть в их мотиве, хотя она тоже, наверное, дополнит этот вопрос. Но я хочу сказать по каждой стране. Мы начинали при финансовой поддержке международных организаций в 2016 году учреждили одну лабораторию. Потом, когда проект завершился, сейчас пять лабораторий работают при университетах. Они дополняют программу подготовки специалистов в области педагогики в плане практических знаний инклюзивного образования и не получают дополнительных финансированных со стороны международных организаций, но идут переговоры для дальнейшего развития. Но деятельность лаборатории продолжается при финансовой поддержке самого государства. Вот, что касается вискания. Спасибо. Очень коротко, Татьяна и Гульнара, тоже я видела вашу руку, прям буквально по 30 секунд ответы. У нас тоже от структуры Министерства дошкольного и школьного образования. Дошкольное образование пока никаких методичек нет, то не разработан, но в плане это стоит. И финансируется, вот как бы спускается весь материал с Министерства дошкольного и школьного образования, они разрабатывают, они проводят там тренинги, встречаются с людьми, выезжают в командировки. Ну вот такая работа. Хорошо. Гульнар, пожалуйста. Это независимые организации? Это охватывает ли дошкольное образование? Гульнара Бибешвили, Грузия. Пожалуйста, включите значок микрофона. Да-да. Знаете что, у нас сейчас, к сожалению, вот Тамара Толурая, которая ответственная за дошкольное образование, она вот извинилась и вышла от чата, и вот мне бы сейчас приходится ответить. У нас идет сейчас очень интересный процесс, и большая реформа для дошкольного образования. Идет процесс сейчас как самооценки, мы как называем. Вот эти детские садики сами оценивают. У нас законодательство, как я отметила в моей презентации, абсолютно интегрировано с европейским. И, знаете, вот работает активно ЮНСЕФ. И сейчас самооценка процесса, вот что оно подразумевает, сами детские сады оценивают свои, на каком уровне они развития. А что касается инклюзивной программы, очень интересный момент тот, что Министерство здравоохранения финансирует специальную программу, это дошкольного развития. У детей, у которых есть какие-либо отсталости, специальная программа на дому, Early Child Intervention, по-русски поможет мне перевести. И специальные специалисты ходят в детском саду и помогают в детском саду воспитателям. Хорошо, спасибо большое, Гульнар, время. То есть я понимаю, что это финансирование идет как с государственного бюджета, так и при помощи партнеров по развитию. Спасибо большое, коллеги. Смотрите, в чате у нас очень много комментариев, которые говорят о том, что учебная программа должна отвечать с принципом эффективности, инклюзивности, должны быть разнообразные ситуации, которые предотвращают отчуждение, что нужно очень много работать над вовлечением родителей, очень важно вовлечение профильных организаций, профильных экспертов, например, эксперт жестовых языков, что очень важно работать и объединять наши усилия над созданием сетей и сотрудничать уже с существующими платформами, чтобы вопросы инклюзивного образования ставились все более эффективно и решались как можно более полезно для наших деток. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас с вами все-таки продумали, а как же вот это долгосрочное партнерство для продолжения обмена опытом в области инклюзивного образования должно идти, как вот этот опыт обмена лучшими практиками стимулировать, потому что есть разные методики, как заметила Екатерина, очень важно, чтобы это был комплексный подход и работа между разными экспертами и учреждениями, и какова же роль технологии для облегчения обмена. И поэтому я хочу с удовольствием предоставить слово господину Адаму Мохаммеду буквально полторы минуты, и я очень прошу, чтобы ваше выступление шло вокруг этих трех вопросов, относительно установления долгосрочного партнерства для того, чтобы продолжить обмен опытом в области инклюзивного образования, стимулировать обмен лучшими методиками и практиками, и, в общем-то, как можно и какие технологии можно было бы вовлекать для эффективности этого процесса. Пожалуйста, полторы минуты каждому выступающему. Адам, я национальный координатор строения в Сомали. У нас наша коалиция работает с глобальным партнерством по образованию, и есть партнер также из Дании. В течение последних четырех лет мы ведем адвокацию за инклюзив. И то, что мы отначали, то, что мы наблюдали в течение этого времени в Сомали, это то, что уровень сотрудничества в сфере инклюзивного образования достаточно низкий. И особенно, что касается чрезвычайных ситуаций, все остальные сектора, кроме образования, получают ресурсы. Я приведу пример. В прошлом году поступил запрос от ОНО-овских организаций, от ЮНИЦЕФа, например. Они запросили 105 миллионов долларов, но получили только 18 миллионов долларов. Кто получили эти средства? Учителя и программа по подготовке учебных материалов. Таким образом, финансовые средства идут в основном не на поддержку детей с особыми потребностями. И за последние годы мы наблюдаем, что многие дети с такими потребностями находятся в лагерях для перемещенных лиц. И эти дети нуждаются в особой поддержке. Они хотят получить образование. В то же время наши партнеры по образованию и все участники образовательной системы отдают предпочтение здоровым детям, которые могут бегать и у которых нет ограничений. Поэтому нужно повысить уровень адвокации на уровне страны и на международном уровне. И нужно доносить до партнеров, что все дети должны иметь одинаковые возможности. Когда убегаешь от кризисов, от засухи, от других проблем, связанных, например, с конфликтами или с изменением климата, ты нуждаешься в новых каких-то ресурсах. Сейчас в нашей стране бывают проблемы, например, из-за климата не хватает зелени для животных, и семьям приходится перемещаться и покидать свои родные края. И такие проблемы создают дополнительную нагрузку на детей с ограниченными возможностями. В сельской местности у таких детей, конечно, нет возможности куда-то ходить. А когда эти семьи переезжают в город, дети таких детей все равно продолжают держать дома. Когда спрашиваешь родителей, почему, родители отвечают, что мы таким образом защищаем своих детей. Они говорят, что нет, например, подходящего средства транспорта для перевозки детей из дома в школу. Поэтому для того, чтобы помочь таким детям, нам нужно продумать вообще все этапы. Спасибо за внимание. Адам, спасибо вам огромное. На самом деле, я думаю, что действительно образование и инклюзивное образование, оно в экстремальных условиях, к сожалению, не является приоритетом. И действительно уровень международной адвокации, инклюзивного образования у него очень важен. И я думаю, что как раз-таки вот долгосрочное партнерство, взаимодействие нас друг с другом, вот некие такие хабы между странами, они, конечно же, очень помогут для продвижения. Итак, пожалуйста, еще есть ли комментарии относительно того, как установить долгосрочное партнерство для продолжения обмена опытом, что нужно сделать, чтобы замечательные методики были стимулированы, и какие новые технологии можно было бы использовать для облегчения обмена. Пожалуйста, есть ли комментарии у наших коллег, у всех участников нашего симпозиума? Возможно, где-то есть классные рекомендации. Пожалуйста, участники симпозиума, мы вас приглашаем к активному диалогу. Татьяна, минутка, пожалуйста. Я сейчас небольшой хочу комментарий по поводу выступления Адама хочу сделать. То есть я думаю, каждая страна проходила этот этап. К счастью, в Узбекистане это уже далеко пройденный этап. У нас уже эта практика позади. Я очень рада, что наша страна все-таки в передовиках по развитию этой модели инклюзивного образования. Мы с нашими координаторами обсуждали эти вопросы. И я думаю, так как Катерина, мы ей безумно все благодарны за поддержание нас в этом проекте, обучение у нас. Мы учились с удовольствием, с открытыми сердцами. Спасибо, Екатерина, вам за ваш опыт. Я думаю, если Катерина и дальше нас продолжит немножко, так сказать, вот она сейчас великолепно сделала обзор по пяти странам. И так как она в этой проблеме очень давно, я знаю, я смотрела ее работы, Катерина. И я думаю, если вы нас продолжите обучать, и мы в свою очередь продолжим продвигать эти идеи в своих странах, это, я думаю, первый дорожный путь, вернее, остановка нашей дорожной карты в дальнейшем. А потом то, что уже как бы в каждой стране есть хорошие практики, их распространять. Вот Таджикистан очень заинтересован нашими научными разработками инклюзивной лаборатории. Мы с удовольствием с ними поделимся, потому что эта страна очень близка к нам по многим позициям. И я думаю, что это будут такие первые шаги, первые остановки. То есть первый шаг – это Катерина, пожалуйста. Второй шаг – обмен опытом и методическими пособиями для нашего любимого Таджикистана. Ну и я думаю, что мы дальше доработаем, потому что у нас замечательные координаторы в каждой стране. Хорошо. Татьяна, спасибо большое. То есть мендерская поддержка и разработка какой-либо конкретной дорожной карты дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Пожалуйста, Гульнара, вам слово. Тоже минутка. Я прошу очень конкретные ваши предложения. И еще вижу руку на Тия, да, тоже Джорджия. Пожалуйста. Знаете что, мы все должны учесть мандат организации КИКС обязательно и должны учесть, что сейчас мир уже на другом этапе развития. Это глобализация и уменьшение нашей родной земли шара, где мы все живем. Так что вот это развитие и этот этап развития мира требуют другие подходы. Вот. И мы думаем и уверены, что я поддерживаю мою коллегу Татьяну. И даже мы должны вот после проекта все координаторы, которые работали в консорциуме, сесть и разработать специальный план действия. Спасибо. Так делаем для наших стран. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо большое. Так, вот боюсь неправильно назвать имя, но кажется, Натя, да, пожалуйста, вам слово. Действительно, меня, все верно, меня зовут Натя. Хочу всех поздравить с окончанием этого замечательного проекта, который, на мой взгляд, был действительно успешным. И мне кажется, нам нужно продолжать быть инклюзивными. И весь этот проект, сам дизайн проекта, дизайн консорциума, структура самого проведения анализа были настолько инклюзивными, что нам нужно просто их поддерживать и сохранять в будущем. Спасибо всем за замечательную работу. Мы завершаем сейчас наши отчеты. И успехов всем в создании платформ, над которыми мы работаем. Спасибо большое, Натя. На самом деле, вот тут очень хороший от Ричарда комментарий, что для того, чтобы улучшить это партнерство, очень важно доверять друг другу. И как раз-таки сотрудничество, основанное на взаимном доверии, поможет в разных странах построить инклюзивное общество. Ну и коллеги из Молдовы, они рассказывают о том, что есть четкое регулирование включения детей в школах, эмигрировавших из-за войны в Украине. Но, к сожалению, вот по разным причинам они пока только работают в онлайн и предпочитают онлайн. Но, тем не менее, программа психологической помощи в Молдове есть, и это тоже могло бы стать одним из аспектов для дальнейшего сотрудничества. И несмотря на то, что проект небольшой, но он очень важный для образования детей, и эти успешные инклюзивные практики очень важно продолжать. Тем более, что кто-то из коллег уже говорил, что мы можем объединяться в любые сети, создавать сетевые платформы или хоститься уже на имеющихся, использовать это как очень большую силу для продвижения инклюзивных практик. Ну что ж, уважаемые коллеги, есть ли еще вот какое-то такое одно заключительное комментарии из категории «не могу молчать», может региональный координатор нам что-то скажет? Очень быстро, в течение минутки, потому что мы и так перебороли время больше, чем запланировано. Спасибо, Аида. А я хотела бы очень важную информацию вам сказать. В самом начале задавали вопросы, в чате я видела, о том, где можно будет ознакомиться с этими отчетами опубликованными. Мы в конце, конечно, завершать проект будем публикацией отчетов как страновых пяти стран, так и международного сравнительного отчета. И базы данных всех стран тоже будут опубликованы. Мы в первую очередь, скорее всего, наверное, будет опубликовано на сайте KIX и MAP. И вы знаете, следите за новостной лентой, они сообщают, что эти отчеты размещены на их сайте. Кроме того, каждая страна, уже согласовавшись с Министерством образования, будет размещать отчеты, свои отчеты и базы данных на сайтах Министерства образования. И там же будут указаны ссылки на сайты Министерств других стран, где участники, вернее, граждане, заинтересованные в этих материалах, могли бы перейти на сайты Министерств других стран и ознакомиться с их материалами и найти коллег для сотрудничества будущего. И кроме того, организации, так как вы знаете, что в каждой команде участвовали не только министерские представители, но и гражданские организации, организации гражданского сообщества, учебные заведения и научные методические учреждения. На их сайтах также будет размещена информация, где их пользователи могут получить эту информацию и, соответственно, выйти на сайт Министерства образования. Мы стараемся очень широко распространить результаты нашего проекта и надеемся на то, что будут откликаться заинтересованные лица не только с пяти стран, но и с других заинтересованных стран, чтобы мы могли найти такие связи долгосрочного сотрудничества и в будущем еще продолжать много-много это необъятное поле перепахать, чтобы улучшить инклюзивное образование, сделать более доступным образование для всех детей и в частности с ограниченными возможностями и особенно с образовательными потребностями. Спасибо большое всем командам, всем национальным координаторам. И в первую очередь большая благодарность Юлии Левин, которая нас в течение двух лет поддерживала, и Вероника, которые нам оказывали большую помощь не только техническую, но и в профессиональной консалтинге именно в инклюзивном образовании и в организации этих двух успешных, очень великолепных ознакомительных поездок, где коллеги много получили информации, ближе познакомились, и, я думаю, навели действительно такие мосты на долгое сотрудничество. Спасибо большое всем. Спасибо большое, Фарид. Да, и уважаемые коллеги, еще раз хочу сказать, что в чате появились ссылки на социальные сети, на веб-сайт, пожалуйста, следите за ними. Кстати, ссылка на сегодняшнее мероприятие и все презентации на русском и английском языках тоже будут размещены именно по этим ссылкам. Пожалуйста, и здесь вы можете получать ньюслеттеры, все новости, которые будут в рамках этой замечательной, доброй программы, неравнодушной каждому из нас, и поэтому я предлагаю вам все-таки активно пользоваться всеми теми ресурсами, которые предлагает нам Kicks и Map. Еще раз хочу всех поблагодарить за ваше активное участие, за ваши интересные вопросы, замечательные комментарии, и, в конце концов, за самое драгоценное – это время, которое вы уделили для этой дискуссии. Дискуссия показала, что тема очень важна, она очень нужна, и я думаю, что мы на этом не остановимся, а как сказала Джулия, мы только все начинаем, и установленное партнерство станет устойчивой платформой для дальнейшего обмена знаниями в области инклюзивного образования между нашими и другими странами. Спасибо всем огромное, ссылку на данное мероприятие вы получите вот по тем чатам, пожалуйста, скачивайте. Всего доброго, до свидания. Спасибо всем участникам и спикерам. Спасибо.